Я немножко опоздал к премьере мультфильма со своим обзором, но лучше поздно ведь, чем никогда, верно? Ну да это все не важно, все равно этот ролик нужен прежде всего для того, чтобы бескорыстно пропиарить вам старательных российских киношников, которые в последнее время стали редкостью. Ну что там у нас выходило за последний год? Уйма очередных хорроров, политические агитки, беззубые блокбастеры, фильмы из списка стыдов Бурунова, вот сразу так и не вспомнишь достойных работ. Разве что бык, в который продолжает вязнуть в социальные чернухи, да всякие фестивальные кинчики, которые конечно являются национальной гордостью в какой-то мере, но едва ли их увидит массовые зрители в России. Вообще, в последнее время, больше всего стреляют со своими фильмами внезапно новички, как пример, «Успешные серебряные коньки» недавно вот были. Даже в сфере анимации, которая в России обычно используется либо для попила бабла, либо для детских фильмов хватит придираться, даже в ней случились кое-какие перестановки за последние пару лет. Во-первых, хоть как-то ожил союз мультфильм, а во-вторых, Мелинца внезапно начала хоть как-то работать над сценариями своих мультфильмов, даже про богатыри. Но всем на них пока все еще слишком плевать. И снова, за последний год за анимацию преимущественно отвечали новички. Metal Family и студия Fenix показали, какой классной может быть интернет-анимация, и новый сезон «Смешариков» примерно на самом деле в том же лагере. И другой еще «Киберслав», который выйдет на кинопоиски, тоже на подходе. Но все же, хорошей российской анимации именно в кино за последний год не выходило. И тут бац, в кинотеатры выходит российский классический мультфильм «Огонек огнива», который оказался интернациональной историей по сказке Андерсона, которая была одной из моих любимых в детстве, кстати. И уж извините, я не смог удержаться и не обозрить его. И вот здесь, прежде всего, хочется, конечно, сказать, что «Огонек огнива» — это хороший мультфильм. Слышите? Поддержите его рублем немедленно, авторам нужна поддержка, он хороший! Но, к сожалению, как вы могли заметить по структуре видео, не в первую очередь. В первую очередь, это прецедент на российском рынке. Ну, то есть, если вы будете рекламировать «Огнива» кому-то, вы, скорее всего, скажете, что «Вау!» И это в кои-то веки подающая надежды российская студия, ее трехлетняя работа, 25 художников, которые рисовали этот мульт классическим способом, карандашом по бумаге. Их надо поддержать, не дать загнуться инди-анимации в России, продвигать их на большой рынок, как только это возможно. А не то, что «Вау!» — это закрученная история с внутренними конфликтами и мастерским повествованием. В основном, потому что это не так, и это довольно обидно для тех, кто ждал от мультфильма всего и сразу. Но я к таким, к счастью, не относился. Я вообще не скажу, что ждал от мультфильма хоть чего-то. Все-таки это большой фильм, первый, никому не особо неизвестной студии вверх. По крайней мере, я ничего из их фильмографии до «Гнива» не видел. Ждал я от фильма разве что замечательной анимацией, по понятным причинам. И, черт возьми, я получил ее сполна. Двадочные анимации нас в целом не часто радуют киноделы, особенно после ее мейнстримной смерти с выходом «Принцессы и лягушки» от Диснея в 2009. Поэтому каждый выход полнометражной двумерной анимации – это маленькое событие для всего киносообщества. Это же возможность снова насладиться оставленными где-то в 90-х ощущением. Ощущением того, что ты смотришь на просто безумно кропотливую работу художников и аниматоров, когда практически чувствуешь руки, которые рисовали каждый кадр. И в «Огниве» это ощущается. Ощущается душа и труд, вложенный в проект. Двадочная анимация здесь просто высший класс. Прекрасные красочные задники, сделанные вообще без обводки. И наоборот, обведенные персонажи на переднем плане. Все персонажи нарисованы запоминающимися, разными цветовой гамме и выделяющимися из задников, что правильно. Движения персонажей – топчик. Они по-мультяжным гиперболизированы, но при этом не выбиваются из меру серьезной атмосферы мультфильма. Не представляю себе этот мультфильм в 3D-графике вообще. А в ДД просто космос, в общем. Но у мультфильма вообще все отлично, с технической частью в целом. Монтаж просто супер. Звук супер. Актеры, представьте себе, все играют. И нет ни одной ненужной приглашенной звезды, которая бы бесила своей ненужностью. Песни – ну просто мое уважение. Их, конечно, немного, но этого и не нужно. Песни удачно вписаны в контекст, и либо служат экспозиции, как начальная, либо двигают историю. Но это уже в спойлерной части. Кстати, песни анимированы так же чудесно. Света тень. Вот это вот все. Вообще, просто вот с технической частью мультфильма все круто. Но сюжет, скажем так, слабее всего остального в этом фильме. В нем есть прям хорошие элементы. Например, мне понравился юмор. И в целом пропись диалогов и событий. Ну то есть сюжет нормальный. Ну больно уж классический, что ли. Из-за этого я вам настоятельно советую не смотреть трейлеры картины перед просмотром. Потому что там слишком много спойлеров. Дальше будет мой подробный пересказ сюжета и рассказ про него и его косяки, которые тоже спойлеры. Так что здесь я попрощаюсь с той аудиторией, которая мультик не посмотрела. И я, блин, серьезно. Если вы еще не видели Огонек Огнива, то бегом смотреть. Им, команде, которая рисовала этот мультфильм, безумно не хватает маркетинга. Ну, ну вот это вот. Что это? А поэтому распространите мульт среди всех, кого только знаете. И найдите такой способ посмотреть Огнива, чтобы деньга пошла в авторам в карман. А не вот этот вот старент вкачать. На крайняк просто уже кидайтесь деньгами в монитор. Я думаю, авторам будет приятно. В общем, да. Те, кто не смотрел, давайте идите отсюда, а то я сейчас спойлеры нагряну. Я подожду. Итак, мне самому больно это говорить. Но я сейчас буду критиковать Огонек Огнива за чертов сюжет. Разумеется, к оригинальной сказке мультфильм практически не имеет никакого отношения. Единственное, что в мультфильме осталось от Андерсона, это идея с Огнивом, которая вызывает собак и приносит деньги. Да еще и, наверное, место действия, потому что в сказке оно не указывалось, но в мультфильме это вроде как Европа. И я считаю, что отдалиться от сказки это максимально правильное решение, поскольку, перечитав сказку сейчас, в своем сознательном возрасте, скажу, что она... Ну, она идиотская, в общем. Я вообще не понял ее посыла. Единственное, что в ней круто, это опять же, сама идея с волшебным огнивом. И вот что бы вы стали делать с такими вводными в истории? Есть персонаж, к которому попадает обычный, на первый взгляд, предмет, который на самом деле может дать владельцу безграничную власть, которая может испортить человека. Хмммм, мне кажется, или это звучит знакомо? Точно, это Шаладин в чистом виде. И вы не подумайте, я не говорю, что Огонек Огневый это плагиат Аладдина, вовсе нет, базовые сюжеты как бы нельзя запонтентовать. Я лишь говорю, что фабулы очень, очень похожи, и по ходу мультфильма становится все предсказуемее. А потому, если вас не заворожит мультфильм, то вы, скорее всего, будете скучать сразу после вступления. Другое дело, другое дело, вот здесь вот и вступает огромный плюс сюжета. Сам по себе он прописан отлично, и легко способен на пару с анимацией заворожить даже прихотливого зрителя. Во-первых, собственно, само вступление, ну вот просто одно из лучших вступлений в кино, которое я видел, в частности в мультипликации, если мы будем считать такой подвид искусства. Там буквально за первые 20 минут есть представление всех действующих лиц, причем так, что вы их всех запомните. Отличный музыкальный номер, пару чековских ружей расставляют, и задатки главных конфликтов в мультфильме. И все это сделано мастерски, ненавязчиво и по-человечески, так что ты не чувствуешь наигранность ни в одном диалоге, и не чувствуешь, что твое время тратит на какой-нибудь бесполезный эпизод. И так, в общем-то, продолжается весь фильм. Обаятельные персонажи ведут хороший диалог, который сменяется не менее хорошим диалогом. Логичное и грамотно вписанное в сюжет событие сменяет другое. И так примерно до последней третьего мультфильма. Вот там уже, после отличной сцены дня рождения Огонька, который выступает кульминацией всех конфликтов в мультфильме, вот там начнет происходить глупость за глупостью. Во-первых, как-то очень уж по-дурацки избавляются от друзей Огонька и Гончара, которых были заявлены в начале и в начальной песне в частности. Они просто пропадают минут на 30 из мультфильма и возвращаются уже только под самый конец. И это уж очень как-то глупо, потому что про них даже никто не вспоминает из героев. А то, что Гончар нанес им в кульминации оскорбление, вообще все внезапно забывают. Во-вторых, крайне странный финал, и к нему парочку прояснений про проблемы. Видите ли, у фильма есть одна довольно серьезная проблема. Огонек Огнива попросту разрывается между несколькими персонажами и их конфликтами. Ну то есть мне кажется очевидным, что главный герой в истории должен быть Гончар, потому что у него есть внутренний конфликт, развитие, и он один из немногих в фильме меняется к финалу. Он в конце концов владеет тем самым титульным Огнивом большую часть мультфильма. Но нет, номинально главный герой мультфильма это девочка Огонек, которая конечно безумно обаятельная, и в первую очередь за счет так прекрасной актрисы, но она, блин, никак не меняется к финалу. Но еще есть персонаж по имени Упс, которого озвучил Бурунов, и от его лица тоже в принципе можно было бы построить мультфильм, но уже так, скорее на полставки, и это скорее пейдирка. Но тем не менее, у всех троих есть неплохой такой внутренний конфликт. У Гончара это довольно серьезный конфликт непринятия себя, непринятия своей индивидуальности и творчества, и попытки компенсировать это деньгами. И этот конфликт на самом деле идеально вписывается в сказку про Огнива, да еще в бесплатные деньги. А, точно, в мультфильме же еще и прикрутили, что деньги-то нифига не бесплатные из Огнива, они тебя рано или поздно сожгут, либо ты станешь зависима от них и станешь, по сути, заложником этого Огнива. В общем, этот конфликт сам по себе очень крутой, но есть большое но. Он через чужо поспешнее. То есть там буквально уже во второй сцене мультфильма, где появляется Гончар, а это на минуточку 25-я минута, он заявляется как персонаж, чуть ли не злодей, который ведет себя как поздний Энакин Скайуокер, кричит и срывается на свою, ну, вроде как возлюбленную. И да, в первой сцене его тоже заявляют как эдакого подавленного и осмеянного общества. Вон его прадед, в его годы уже фонтан построил, а ваш Гончар только горшками фонтанирует. Помнишь, прадед его, вот мастер был, какой фонтан сделал. Но, мне кажется, двух минут хронометража недостаточно, чтобы уже перекидывать персонажа на темную сторону. Это как-то поспешно. Ему бы сцену, где его конфликт с фонтаном, который он не достроил, из-за которого все высмеивают в городе, раскрывается вот в полной красе. Например, сцену с его отцом, который, умирая, мог бы, например, заставить Гончара поклясться, чтобы тот достроил фонтан, достойный отца. А потом отец мог бы, например, драматично сгореть в огне собственной работы, или что-то подобное. Только, конечно, показать это так, что Гончар не смог спасти своего отца из горящего дома, или что-то типа того. Конечно же, без лишней жести. Это бы сразу же придало яркую мотивацию Гончару, по сути, центральному персонажу мультфильма. Не обошлось бы в сильно большой хронометраж, и что главное, могло бы еще и органично сочетаться с финалом ленты, где он достраивает фонтан, и в котором присутствует подобная же сцена спасения из огня. Вот только эта сцена в финале, где Гончар видит огонек в эпицентре пожара, и кидается ее спасать, она же вообще драматургически не обоснована. Ну, то есть, Гончар изменился из-за огнива, ему перестал быть дорогой огонек. Потом она его попыталась переубедить, а он увидел то, что королева, которая хотела на нем жениться и отобрать огниво, она его банула. И вот кроме этого раскрытия обмана, у Гончара и вовсе нет какой-то мотивации стать героем обратно. У него там даже реплик почти в финале нет, что я считаю довольно халтурным сценарным решением. Зритель во время развязки, по сути, должен понять, о чем думает Гончар, мысленно болеть за него, но здесь ты скорее просто смотришь на молчаливого чурбана, который, по сути, просто передумал. И... и... и все. Уж я не знаю, что происходило в сценарной, в момент написания развязки, но мне кажется, они просто либо не смогли придумать ничего внятного, что связалось бы с уже написанным материалом, изобилия, либо... я не знаю. Также полные непонятки происходят с внутренним конфликтом огонька, который также довольно интересен, и заключается в том, что она как бы чистая душа, всех спасает, но от ее добрых дел городу выходит больше вреда, чем пользы. Это вот без шуток. Тоже очень серьезный конфликт, подобный, которому я, например, видел, не поверьте, в шедевральном дураке Быкова. Сейчас спойлеры к нему будут. Там тоже персонаж пытался спасти всех, хотя ему все говорили, не надо, больше вреда от твоих действий будет. И там это привело к очень жестокому, и что прекрасно, открытому финалу, где персонажу, главного персонажа, которого играет Быстров, его убивают, а зритель задается вопросом, а как бы поступил я, будь я на его месте? А стоит ли спасать тех, кто не хочет спасения? Правильно бы делать добро, если от этого больше зла? И не поверите, в огоньке огниве тоже задаются подобные вопросы. Это, в пример, тем, кто говорит, что мультики только для детей, и в них невозможно разговаривать на серьезные темы. Да, было бы, в пример, если бы сценаристы посидели над сценарием чуть дольше. Потому что угадайте, что происходит со всем этим серьезными вопросами в полуторачасовом фильме, где два с половиной главных героя. Они просто остаются висеть в воздухе. Ни моментов искупления, ни расплаты, ни ответственности. Просто ее народ сначала не любил, а потом поневероятно, вот просто из всех щелей высосанной причины полюбил. Одномоментно. При том, что характер огонька вот почти бы уже изменился к финалу. Была неплохая сцена в доме огонька, где она почти была раскаялась перед своим отцом и понесла ответственность за свои действия. И это все было сразу после низшей точки в истории. Вот так круто, вот-вот и был бы момент искупления. Но нет, она снова бежит к гончару, круша все на своем пути, и в итоге меняется к концу примерно никак. Так, очередная досада, да, но, к сожалению, не последняя. У мульта есть злодейка, королева, которая в принципе, кстати, даже вписана в органичный сюжет и не вызывает чувства стыда от карикатурности, потому что все вполне в рамках. Так вот, у нее есть прислужник, упс, как я уже говорил, который в нее влюблен, но она его только и делает, что оскорбляет, шпыняет и всерьез не воспринимает. И у него конфликт сам по себе довольно слабенький, просто добиться расположения королевы. Но при этом он действует довольно самостоятельно и в принципе очень обаятельный, как персонаж, который еще и занимает немалую часть хронометража. И угадайте, к чему в финале он приходит. Да, он, черт возьми, просто берет и добивается королевы. Причем просто потому, что она потеряла память, хотя сцены, в которой она могла бы потерять память, нет. Она вообще просто в финале исчезает и не как черный плащ, зловеющий, скрывается в темноте. Она просто пропадает из кадра и больше не появляется. В общем, да простят меня работники студии Вверх, но у вас сценарий, все хорошо, кроме финала, который получился откровенно ложевым. За исключением двух песен в финале, которые там в конце играют, вот они прям, да, замечательные. А основное, чего не хватает огоньку-огниву, это хронопетража, потому что, еще раз, здесь из отличного монтажа и так помещается очень много событий в полтора часа, но было бы еще супер добавить минут 10-15 для того, чтобы раскрыть всех персонажей вот на пятерочку, чтобы получилась живая классика на экранах. А, ну еще не хватает мульту, чертовы прописи, диалогов и событий в финале. Брр, пора закругляться, а то я не остановлюсь. В общем, дорогая студия Вверх и остальные зрители, вы не подумайте, что мне вот прям не понравился мультфильм Огонек огнива. Напротив, мне он очень даже зашел, я ему поставил такую же оценку, как и фильмы Душа, 8 из 10. В мультфильме, повторюсь, множество плюсов, помимо бомбической анимации. Хороший юмор, отличные живые диалоги, любовная линия отлично прописана, кроме финальной сцены, разумеется. Грамотно сделан и вписан в историю злодея, его приспешник. Линия Гончара логично развивается, если не учитывать, опять же, всего того, что я сказал ранее. Кульминационные сцены прекрасны, пересечение внутренних конфликтов главных героев прописано отлично, песни грамотно интегрированы в сюжет. Я просто по-настоящему надеюсь на тех немногих фильмоделов, кто придают мне надежду и вдохновение. И я ищу минусы, лишь потому, что хочу, чтобы студия Вверх обратила на них внимание, и их следующая работа была еще лучше. А дела у компании шли только в гору. Хорошее кино и их производители требуют поддержки, поэтому поддержите студию Вверх, чем сможете, ради нашего кино и мульта будущего. Ну а я на этом с вами не прощаюсь, друзья. Пока.